Я всех приветствую! Меня зовут Анна Приходько. Сегодня понедельник, знаменательный день. Я прям очень рада и довольна, и прям счастлива, потому что собираюсь ехать в магазин. Я имею право один раз в неделю съездить в магазин за покупкой, и сейчас я очень готовлюсь к этому мероприятию, так как стоять в очереди мне предстоит пару-тройку часов. Это очень ответственное задание, поэтому я готовлюсь, я беру с собой документы. Как и прежде, мои документы состоят из двух листов. Один лист, если меня остановят по пути в магазин, я предъявлю. Здесь написаны мои данные, номер моей машины, и указана причина. Я еду в магазин. Это уважительная причина. Второй же листок с такими же данными, но причина возвращения домой. Кроме этого, мне для магазина обязательно нужен список продуктов, потому что если я вдруг что-то забуду, я в магазин вернусь только на следующей неделе. Очень важно предусмотреть, что мне нужно как из косметических средств, так и, конечно же, из продуктов питания. Естественным образом я беру с собой маску, без нее никак, и уже, как видите, перчатки. У нас были карусели, все стоят, все закрыто. Уже целый месяц, ничего не работает. Итак, что мы имеем около магазина? Итак, я в свою очередь занимаю дистанцию метр, но по последним предписаниям дистанция в случае необходимости выхода в общественные места должна быть не менее трех метров. То есть до сих пор условия уже встречаются. Хотя, безусловно, это дает свои результаты, так как в последние дни количество умерших наконец-таки сокращается, и мы постепенно начинаем переходить на позитивные результаты. Я сейчас совершила очень большую глупость, потому что я только что взяла эту тележку этими перчатками, и потом от маски очень чешется нос, поэтому я взяла и почесала нос. Вот теперь стою и думаю, интересно, ничего страшного? Блин, хоть бы обошлось. В магазинах успокойтесь, все продукты есть. Так что никакой паники, спокойно приходим, набираем. И вот что хочу сказать. Мы когда наблюдали за Китаем, мы не знали точно, что это произойдет и у нас тоже. Мы не знали тогда тенденции и особо за ними не следили. Сейчас же у вас, друзья, есть прекрасная возможность посмотреть, как это у нас. На всякий случай вы можете проследить за тем, как все развивается, за тем, как мы предохраняемся от различных рисков. И только общими усилиями мы можем сделать это. Мой чек сегодня составляет 102 евро. Вот такой огромный чек. Я не знаю, почему каждую неделю я плачу все больше и больше на 10-15 евро. Наверное, это связано с тем, что я набираю больше, хотя мне так лично не кажется. Так или иначе, моя недельная покупка состоялась, и в следующий раз я поеду в магазин и выйду из дома только через неделю. Ну, это не про нас. У нас такого нету. Я тоже так думала. Так думали многие из нас, когда наблюдали за тем, что творится в Китае. Сейчас мы живем так, как будто бы мы смотрим фильм. Это окажется нереальным. И каждый раз, когда выходишь из дома, начинаешь постепенно вникать, что это действительно с тобой происходит. И вот после покупки теперь нам нужно обработать все эти продукты водочкой и поставить по местам. И тут у нас склад провизии, который останется на неделю вперед. Даже больше нам здесь хватит. Крупы всякие. Мы сильно много не затариваемся. После того, как все сумки разберем, в холодильнике места уж точно не останется, поэтому будем делать заготовки. Творог можно расходовать, точнее, рикотту. Можно расходовать в вареники какие-нибудь заготовки сделать или ленивые вареники, чтобы на неделю хватило. И места не занимала в холодильнике. Фрукты, которые мы собираемся есть сейчас, я сразу же замачиваю в содовой воде. Прям насыпаю соды, не знаю сколько, и наливаю воды туда. Замачиваю хотя бы на полчасика. Хочу сделать сюрприз своим, сообщить им за обедом. У меня немного дрожат руки, я положила в коробочку конфету. Это будет для Матвея. И напишу сюда вот такую записку. Я волнуюсь. Я волнуюсь, еще только начинается. Ничего не буду сверху писать. Любое завершение любой истории, до начала новой истории. Мы из карантина выйдем явно другими людьми. Мы уже никогда не будем прежними. Продолжение следует...